Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 6 мая 2020 года, и мы с вами по-прежнему говорим, что идет эпидемический процесс, идет нарастание количества заболевших коронавирусной инфекцией в целом по Российской Федерации и по отдельным ее регионам, учитывая, что мы еще полностью не стабилизировались. По Сарову у нас на сегодняшний день 69 больных. За истекшие сутки количество больных не прибавилось. По-прежнему выздоровевших 13 человек. 56 человек продолжают находиться на лечении. Из этих 56 человек 16 человек проходят лечение в условиях больницы нашей городской. И из этих 16 12 человек средней степени тяжести. Один наш с вами горожанин, который лечился в Нижнем Новгороде в Приволжском окружном медицинском центре, на сегодняшний день выписан оттуда и находится дома на домашнем амбулаторном лечении. И входит в количество 56 больных. При этом мы еще имеем отдельно под наблюдением, то есть людей так называемых контактных, которые на карантине находятся, еще 64 человека. Такова статистика сегодняшнего дня. И за праздники мы видим, что у нас нет большого прироста заболеваемости. Нам с вами удается теми мерами, которые введены в городе, сдерживать достаточно сильно ситуацию. И 69 больных, при этом ни одной тяжелой формы, а только средне-тяжелые и легкие, как раз говорят о том, что мы с вами эпидемический процесс сдерживаем. Мы просто растягиваем его во времени таким образом. Мы способствуем тому, что среди заболевших нет тяжелых форм, и способствуем тому, что те, кто сейчас лечится, будут получать квалифицированную помощь. И мы надеемся вылечиться с полным выздоровлением. При этом мы должны также констатировать, что заболеваемость и эпидемический процесс у нас таким образом находятся на третьей фазе. Когда мы видим, что новые очаги заболевания не появляются, новые заболевшие, вот то небольшое количество, тот прирост небольшой, который у нас есть за последние праздничные дни, это, как правило, лица, перешедшие из контактных в больные. Вновь заболевшие их единицы, они сейчас рассматриваются, каким образом, где они заразились и кто у них контактный. Пока есть полная прослеживаемость этой заболеваемости. И с учетом прослеживаемости, количества очагов, уровня заболеваемости, мы понимаем, что как раз это третья фаза эпидемического процесса, который пока на сегодняшний день не требует введения каких-то новых, более строгих, ограничительных мер. Но с учетом того, что могут быть изменения в целом в стране и, соответственно, у нас в городе тоже, с учетом того, что должны выйти на работу, что мы постепенно должны каким-то образом возвращаться к работе, будут прописаны те стандарты и те мероприятия, которые позволят постепенно стране выходить в эту ситуацию. Но повторяюсь, значит, вот сегодняшний наш уровень, это далеко, вот во всяком случае по Сарову, это далеко не плата. Уровень заболеваемости так или иначе будет расти. И наша задача, чтобы он рос не очень быстро, чтобы прирост его был за счет легких форм, и чтобы мы с вами справлялись с этой ситуацией теми мерами, которые у нас уже сейчас в городе есть. Поэтому я считаю, что очень важно нам продолжать меры изоляции, нам важно продолжать меры карантинные там, где они введены, чтобы очаги не разрастались, чтобы не было большого количества заболевших внутри этих очагов. К чему я веду? К тому, что на самом деле у нас за праздничные дни были случаи нарушений карантинов, были случаи, когда люди, нарушая либо запрет выезда из карантинных зон, либо запрет выезда из своих мест, покидали эти места. Это очень важно, очень опасно. И я хочу сказать, что напомнить всем, что кроме административной ответственности за такие нарушения, в определенных ситуациях предусмотрена и уголовная ответственность. Вот у нас был факт, когда люди в течение праздничных дней несколько раз пытались покинуть Дивеево, находясь там на карантине, заехать, выехать из города. Мы будем и сейчас предпринимаем, и я думаю, сейчас вот отработаем этот механизм, и будем принимать более решительные, конкретные мероприятия, все организационные методы использовать для того, чтобы не было таких фактов. А я хочу напомнить, что карантинные территории у нас не только в Дивеево, в Нижегородской области. На сегодняшний день у нас 8 регионов на карантине в Нижегородской области. Я их назову Выкса, Павлова, Починки, Тумботина, Мухтолова, Кулебаки, Гремячева и Дивеева. Причем, если мы будем с вами сравнивать уровень заболеваемости в этих населенных пунктах, то, конечно, на первом месте у нас выйдет Дивеева, и мы понимаем, что как раз Дивеева с учетом высокой уровня заболеваемости в пересчете, опять же, на 100 тысяч населения, и с учетом того, что это самый близко расположенный к нам населенный пункт, что там у многих есть родственники, есть знакомые, есть дома и дачи у людей. С этой точки зрения нам очень важно Дивеева, и очень важно помнить о том, что Дивеева находится на карантине. Повторюсь, мы будем принимать жесткие меры к тем, кто нарушает эти карантинные условия. Хочу вам для сравнения сказать, каковы вообще уровни заболеваемости в разных регионах. Давайте посмотрим. Я специально их перевела в цифры, которые можно сравнивать между собой в пересчете на 100 тысяч населения. Мы с вами увидим, что так как у нас основной очаг заболеваемости все-таки в стране продолжает быть Москва и Московская область, там самый высокий уровень заболеваемости, и именно оттуда идет распространение заболеваемости по стране, то, конечно, нам важно сравнить эти цифры и понять, что может нас ожидать, если мы сейчас резко эти карантинные меры все снимем и позволим людям ездить совершенно свободно, передвигаясь по стране, но и в первую очередь, конечно, в опасный регион. Вот посмотрите, я возьму городки, допустим, Московской области, потому что у них заболеваемость началась примерно тогда же, когда у нас. Ну, примерно на неделю пораньше у них все это началось, но у них не было возможности сдерживания. Вот посмотрите, Красноармейско-Московская область, начнем сначала с Сарова, Саров. Наша заболеваемость в пересчете на 100 тысяч населения составляет на сегодняшний день примерно 72. 72 заболевших на 100 тысяч людей. Сравним теперь эти цифры с московским регионом. То есть вы видите, что это как минимум на порядок выше, чем сейчас у нас в городе. Поэтому мы продолжаем считать, что любые поездки в Москву и Московскую область сейчас для нас опасны. И сейчас наметившаяся вот тенденция за последние дни, когда наши саровчане молодые, которые учатся в высших учебных заведениях страны, начали уезжать в Москву и Московскую область, для нас сейчас это такой тревожный знак. Нам нужно понимать, если студенты, все взвесив, все за и против, вместе со своими родителями, понимают, что они возвращаются в Москву с тем, чтобы там дальше продолжать учение, насколько я понимаю, по-прежнему дистанционным образом, но уже живя в Москве и в Московской области, это одна ситуация. Если вопрос поставлен так, что студенты туда выехали, а потом вернутся и продолжат уже потом проживание здесь, то все, абсолютно все должны понимать, и сами студенты, в первую очередь их родители, которые здесь в городе живут и работают, что они попадают на строгие карантинные опять мероприятия, они опять попадают на изоляцию двухнедельную, они опять попадают под требования никуда не выходить из дома, никаких дач уже тогда не будет, уже никаких возможностей походов по городу и выходов на работу у этих людей не будет. То есть вот еще раз хочу сконцентрировать ваше внимание. Имеющаяся у нас в городе система позволяет нам отслеживать и понимать, кто уезжает из города в московский регион. И если эти люди не будут соблюдать при возвращении двухнедельной обязательной изоляции и обследования, то напоминаю, на первом этапе это административная ответственность для граждан от 15 тысяч рублей, и на втором месте это уголовная ответственность, если, не дай бог, не соблюдая эту изоляцию, они кого-то заразят. Что касается других территорий, тут все то же самое. Вот эти восемь карантинных зон нижегородских, которые я перечислила, та же самая ситуация. Если человек приехал и скрыл, что он там был, и он нарушил движение через блок посты, то тут вас ждет достаточно серьезная ситуация. А если еще и будет заболеваемость, и будет доказано, что очагом заболевания являетесь вы, нарушив эти правила, то ситуация достаточно сложная будет для всех, кто ее породил. Еще я хочу сказать, что продолжается у нас наша статистика немножко в ином режиме, начиная с 1 мая. Сейчас мы не входим, вот заболеваемость по городу Сарову не входит в статистику Нижегородской области. Почему? Потому что раньше мы, каждый раз проведя собственными силами анализы, посылали их на верификацию в Нижний Новгород. И после получения вот таким образом подтверждения в лабораториях особо опасных инфекций в Нижнем Новгороде, эти лица попадали в общий список Нижегородской области. Затем, когда обе наши лаборатории и клинической больницы и Центр гигиены и эпидемиологии начали показывать достоверные результаты, и у нас не было ни одного факта, ни одного случая, когда расходились бы анализы, результаты анализов нашей лаборатории и лаборатории, которые нас верифицируют, нам был придан новый статус и дано право самостоятельно проводить верификацию. То есть сейчас мы уже в Нижний Новгород анализы не возим для того, чтобы подтвердить. А раз не возим, то и нет смысла учитывать их двойным образом. У нас медицина не относится к субъекту, к Нижнему Новгороду, а относится к Федеральному медико-биологическому агентству. То есть у нас государственное учреждение здравоохранения, наша клиническая больница – это учреждение ФМБА. Да, отчеты ежедневно идут туда, и поскольку и лабораторная вся база теперь уже не уходит в Нижний, то Нижний Новгород таким образом заболеваемость именно по городу Сарову не учитывает. Но при этом мы все равно, им эти цифры, конечно, даем, просто изменилось несколько статистик. Они на самом деле прекрасно знают нашу ситуацию. И контакт с Роспотребнадзором Нижегородской области у нас ежедневно идет, и мы обмениваемся информацией по заболеваемости, потому что часть наших людей, напомню, уезжает в другие регионы, и мы передаем эту информацию. Есть и обратная ситуация, когда к нам приезжают, будучи контактными на территориях Нижегородской области. Вот этот контакт, взаимообмен информацией у нас идет, но в общую статистику, если вы откроете это официальные сайты, она входить не будет. Таким образом, я еще хочу раз подытожить, что на сегодняшний день у нас ситуация достаточно стабильная. Заболеваемость на порядок ниже, чем в тех регионах, где сейчас уже введены карантины, и в первую очередь Москва и Московская область. Поэтому мы по-прежнему отчетливо понимаем, что для нас сейчас главное отследить всех людей, кто выезжает из карантинных или уезжает от нас в эти карантинные зоны, предупредить их. И для нас сейчас важно при том, что постепенно, я все-таки надеюсь, у нас начнут потихонечку работать, мы постепенно будем с вами возвращаться к рабочей ситуации. Для нас будет важно, чтобы за этой ситуацией следили работодатели, и чтобы на работе у нас тоже в коллективах соблюдались меры профилактики. На этом я желаю вам всего самого доброго. Желаю вам всего хорошего, здоровья, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин